Во вторник в городской мэрии состоялись публичные слушания по генплану. На этот раз объектом изменения должна стать территория практически в самом центре Иваново. Публичные слушания назначены постановлением главы города Иваново 30 октября 2012 года номер 143 о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории ограниченной площадью Пушкина, улицами Жарова, Кузнецова, Ярославской, Парижской коммуны, Почтовой, Зеленой, Большой Воробьевской, улицово-почтовой города Иваново. Серьезных изменений не планируется, разве что территорию Павловского оврага отдадут под застройку очередными высотками. Местными жителями и гражданскими активистами эта идея была воспринята в штыки. Кто ближе к почтову этих многоэтажек? Я, честно, не знаю, но много ли у нас людей в городе Иваново способны купить за несколько миллионов квартир? И они так и будут стоять у нас, целые комплексы пустующие, они уже не губы, а не Москвы, я не знаю, их построили, опять, наверное, стоят пустые. Пустые, пустые. Пустые, сначала вы их, а потом строят центр. Сейчас в докладе мы слышали следующее, что вот эта застройка, которая идет по улице ЖАТ, как раз находится в нашем доме, будет многоэтажная и без ограничения этажности. Если мы способны, там, семнадцать, значит, вот одиннадцать, семнадцать и далее это жесть, у нас школы-то не везидевые, значит, будут расширяться в существующей школе. Я предлагаю вместо этого построить на этом месте городской зеленый парк отдыха горожан. Мы должны с вами понимать, что все, что мы делаем, это останется нашим детям. Неужели сейчас нам не хватает уже там комплекса «Союз» или «Огни Москвы» дорогой недвижимости коммерческой? В случае строительства на этом месте еще одного комплекса многоэтажного жилого строительства, город и так уже стоит, он стоит в пробках. Вообще вопрос с озеленением города составители нового плана явно упустили. Зеленые зоны отмечены даже там, где их нет. На чертеже, вот я вижу внизу на юге, показан типа как бы зеленый парк общего пользования. На самом деле это парк не общего пользования, это территория детского учреждения, она в заборе огорожена. На севере там как бы не по этому рисунку, а по другому рисунку. Там был показан тоже как бы зеленый сквер, но, насколько я знаю, там половина этого сквера сейчас под стоянку транспорта, потому что там идет строительство, то есть половина сквера нет. Вот вторая половина, ну имеется соответствующий вид. А где предусмотрены парковочные места для машин этого жилого комплекса? Где предусмотрены парковочные места для строящегося делового развлекательного или торгового там центра? Дело в том, что наша площадь Пушкина превратилась уже в автостоянку, а не место отдыха. Дышать там уже летом и зимой тоже практически нечем. Сейчас там интенсивное уже строительство, вот еще новое кафе пристраивается. То есть там вы побываете, посмотрите, вечером, там в праздничные выходные, там автостоянка, а не площадь Пушкина. Сейчас речь идет о застройке территории в целом, чем и как, и когда будет застраиваться, и какие мероприятия при этом будут осуществляться. Но мы сейчас не говорим о точечной застройке. Когда будет участок рассматриваться детально, значит, существует понятие детальной помировки, ранее существовало, сейчас оно, к сожалению, может быть отвергло. Тогда и будут рассматриваться эти вопросы при объектных парковок. Проще говоря, такие проблемы, как экология, нехватка парковочных мест и школ должны решаться по мере их поступления. То есть уже после того, как генплан будет утвержден. Вот только не будет ли поздно. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.